Здравствуйте! С вами Алина Сазонтова и вы смотрите информационный выпуск «День за днём». Сегодня в выпуске. С прошлого года оказывается действие в том числе и нашим подручным товарищам. Глава администрации провел плановое совещание. Очень опорно готовилась, надеюсь на свои силы, но знаете, в каждом ученике, наверное, есть такая нотка сомнений. Выпускники 11-х классов сдали экзамен по русскому языку. Здесь как зависит? В велосипеде. Что с велосипедом сделали? Ну, украл. В Смоленске раскрыли кражу велосипеда. Сводка криминальной обстановки в городе. Гидравлические испытания систем водоснабжения, количество инфекционных заболеваний, мероприятия, посвященные празднованию Дня России – эти и другие вопросы обсуждались на плановом оперативном совещании главы города с руководителями структурных подразделений администрации. Подробности далее. В начале совещания глава города поздравил победительницу 10-го областного конкурса «Воспитатель года». Её стала Инна Устинова – педагог детского сада «Лесная сказка». В течение нескольких месяцев за это звание боролись 16 педагогов дошкольного образования из 10 районов региона. Инна Устинова представит регион на всероссийском этапе конкурса. Коммунальные службы города готовятся к осенне-зимнему периоду. На инженерных сетях проводятся гидравлические испытания, устраняются дефекты. А 12 июня – День России. В Десногорске пройдут праздничные мероприятия. Все гости и жители нашего города мы приглашаем с 16 до 18 на детскую игровую программу «Микрошка». И с 18 до 21 на праздничную программу «Будем всегда России гордиться». 12 июня – городская летняя эстрада. Глава города рассказал о предстоящем субботнике. Он пройдёт 7 июня в парковой зоне между первым и вторым микрорайонами, а также в садовом товариществе «Кукуевка». Будет произведён вывоз мусора. Это у нас стало, в принципе, другое нашей традиции с прошлого года. Оказывается, есть, в том числе и нашим садовым товарищам. Инфекционные заболевания в Десногорске регистрировались на обычном уровне. Правила те же, контроля больше. Российские школьники 6 июня сдавали ЕГЭ по русскому языку. Тест написали больше полумиллиона выпускников. Большинство точно знают, что попытки получить задание заранее или воспользоваться шпаргалками абсолютно бессмысленны. Исключены любые подсказки. А вот подглядывать за учениками родители смогут, не выходя из дома. Для объективной оценки знаний ЕГЭ проводят не в родной школе. Один из обязательных экзаменов – русский язык – сдавали во второй и четвёртой школах. Всего 188 выпускников. На экзаменационную работу по русскому языку даётся 3,5 часа. Для поступления в ВУЗ необходимо набрать не меньше 36 баллов. Это минимальный проходной порог. Мы узнаем у ребят, как они готовятся. Привет! Привет! Очень опорно готовилась. Надеюсь на свои силы. Но, знаете, в каждом ученике, наверное, есть такая нотка сомнения, что вдруг что-то не то, вдруг тяжёлый ким. Но я всё-таки думаю, что всё будет хорошо и мы всем отвечаем. Занятия с репетитором, учителя помогают, с родителями дома. Если есть какие-то вопросы, то уже есть помощь хорошая. А так в основном сам. Наполнение есть, но есть уверенность в себе. Да, готовы, насколько это возможно. Готовились не один год, а уже два. Поэтому вдруг всё получится. Насколько рассчитываешь написать баллов? Мы рассчитываю больше 85 минут, как получится. Юлия Владимировна Михеева. Она замечательная учителька, привела нам любовь. Прямо к нашему языку, наверное, ещё с шестого класса к нам пришла. Паспорт, ручка, знания – универсальная формула госэкзамена по всей России. Мобильный не пройдёт. Выпускников строго досматривают. За годы существования ЕГЭ подростков поколения детей, которые рассчитывают только на себя. Все пункты проведения экзамены переведены на новую технологию. Когда экзаменационные материалы не доставляются заранее, а распечатываются в присутствии участников ЕГЭ. За выпускниками – тотальный видеоконтроль. Запись ведётся в каждом кабинете. И это не только защита от нарушений. В спорных случаях это видео поможет выпускнику. Родители прямо во время экзамена могут посмотреть на портале «Смотри ЕГЭ. Как дела у ребёнка». «В видеокамеры все работают в системе онлайн. Смоленск просматривает все пункты области. И Москва просматривает. Поэтому каждый ребёнок просто как на ладони». Окончательные результаты будут готовы 25 июня. 5 июня около администрации прошёл совместный инструктаж полиции, сотрудников Добровольной народной дружины и казачества. Такие инструктажи у нас в городе проходят один раз в квартал. Для всех участников уточняются задачи на предстоящее дежурство и доводится необходимая оперативная информация. Руководители подразделений проверяют внешний вид сотрудников. Наличие документов, нагрудных знаков, обеспеченность форменным обмунтированием, осматривают служебные машины. Начальник отдела полиции по городу Десногорск призвал граждан быть внимательными и бдительными при использовании интернета, так как сейчас очень распространены интернет-мошенничества. 3 июня в Десногорске произошёл инцидент. В 4 часа вечера 8-летний мальчик выбежал с подъезда и ударился о проезжающую мимо иномарку Митсубиси, за рулём которой находился 57-летний мужчина. Это произошло в третьем микрорайоне около 19-го дома. В результате происшествия ребёнку потребовалась помощь медиков. Житель областного центра обратился в дежурную часть с заявлением о краже велосипеда. Как выяснилось, транспортное средство несколько дней простояло на лестничной клетке дома потерпевшего. Пока он находился в отъезде, вернувшись, смолянин обнаружил пропажу и обратился за помощью в полицию. Сотрудники уголовного розыска, как и положено, провели ряд оперативных мероприятий по квартирный обход, опрос возможных свидетелей, отработка мест сбыта, проверка лиц, ранее привлекаемых за подобного рода преступления. В результате был задержан и доставлен в отдел полиции 38-летний местный житель для дальнейшего разбирательства. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье кража. Теперь велосипедному вору грозит срок до 5 лет. Полицейские напоминают, необходимо следовать простым правилам, чтобы двухколесный транспорт остался в целости и сохранности. Для парковки велосипеда выбирайте многолюдные или хорошо освещенные места вблизи зданий, оборудованных камерами видеонаблюдения, либо имеющих посты охраны. Не оставляйте велосипеды в подъездах жилых домов, так как кражи из подъездов самые распространенные. Обязательно фиксируйте велосипед к стационарным предметам при помощи специально пристегивающегося замка или надежного троса. Сохраняйте технический паспорт на велосипед, а также чек, который свидетельствует о его покупке. По возможности сделайте фотографию транспортного средства. Это окажет большую помощь в розыске, если вы велосипед похитят. Если вы все же стали жертвой злоумышленника, необходимо как можно быстрее обратиться за помощью в органы внутренних дел, ведь своевременное сообщение о краже может помочь полицейским раскрыть преступления по горячим следам. О криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю нам расскажет подполковник внутренней службы Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 112 сообщений о происшествиях. Зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 82 административных правонарушения, в том числе нарушений правил дорожного движения. 71. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечено 1 человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 10 человек. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала. Спасибо за внимание. До свидания.